здравствуйте дорогие друзья с вами константин козлов это значит что в эфире программа культ личности напоминаю что в нашей программе мы говорим о людях явлениях которые определяют что мы будем с вами смотреть читать и слушать а также на какие выставки фильмы спектакли или концерты мы с вами пойдем сегодня и завтра вновь я пытаюсь написать современный коллективный портрет казахстанской мировой литературы и как всегда мне помогает в этом замечательный писатель писательница или калаус здравствуйте лили здравствуйте константин или скажите вот я всегда всем своим гостям писателям задаю примерно один и тот же вопрос на каком уровне сегодня казахстанская современная литература есть ли она и все дают разнящийся но в общем-то ответов примерно в одном направлении вас прошу по-другому немножечко скажите о чем сегодня хочет писать современный казахстанский литератор если какой-то набор тем который сегодня его волнует больше чем там вчера 10 лет назад 20 лет назад так дальше когда отвечаешь на подобные вопросы сразу хочется расставить какие-то терминологические акценты определить что такое собственная литература что такое писатель современном понимании этого слова мне очень понравился ваш зачем да когда вы начали говорить я сдаю вопросы на каком уровне находится казахстанская литература и есть ли она мне кажется это очень правильный подход хотя конечно анекдотический но если уж совсем примитивно сказать мы заходим современный казахстанский книжный магазин и видим что стенды с казахстанским наполнением но худо-бедно на расширяются год от года значит литература пусть даже чисто формально пусть даже чисто там буквоецки она есть формальной литературы не бывает вернее мы слава богу распрощались с той эпохой когда литература была чисто формальным явлением сейчас литература это такое ну как сказать роскошное хобби которое позволяет себе человек который может заработать на жизнь каким-то другим способом и это не беда только нашей страны скажем так только нашей литературы это в общем-то общие такие позиции то есть то что наших казахстанских книжек книжных магазинах не очень много это скорее проблема издательской деятельности может быть полиграфической деятельности до нашей стране то что их количество увеличивается это несомненно симптом того что растет интерес к живому писательскому слову может быть это немножко трафаретно звучит но вот было несколько лет такого засилия соцсетей ну и сейчас так сказать эта эпоха продолжается даже мейнстрим да и скажем вот тогда представляться писателем вот было вообще совсем смешно это и сейчас немножко смешно потому что кто-то писатель персонаж анекдотов про чукчу а кто такой блогер блогер это человек блогера ты чек своей аудитории со своими подписчиками фолловерами то есть это вот личность и сейчас мне кажется все таки мы возвращаемся немножко назад это правильно то есть уважение к блогерам осталось и пиетет так сказать перед лучшими из них которые действительно владеют словом он остался никуда не делся но все-таки люди сейчас начинают вспоминать что такое читать настоящие тексты созданные настоящим писателем и не потому что они более мастеровито написаны да другая цель другая точка приложения вы спрашивали о том какие темы волнуют современных казахстанских писателей да ровно те же самые что волнуют всех писателей мира в любой отдельно взятой стране их можно разделить условно на два блока один блок это вечная то есть это вот любовь морковь всевозможные там проблемы с долгом и так далее долгом перед отечеством я имею ввиду они перед банком хотя перед банком тоже свидетельство времени такое вот и второй блок это темы которые непосредственно связаны с окружением то есть вот с той территории на которой находится пишущий человек я все-таки имею ввиду как раз вот этот самый второй блок который собственно и делать литературу национальной если можно так сказать ну знаете вот для того чтобы литература стала по-настоящему национальной я здесь имею ввиду не язык да а скорее ощущение пишущего человека вот для этого нужно конечно приложить максимум усилий и не только писателям но прежде всего обществу все конечно знают что такое вторичная неграмотность когда человек может различать буквы и складывать из них слова но абсолютно не понимает смысл прочитанного это выглядит немножко смешным но на самом деле это далеко не веселая проблема потому что в результате возникают целые поколения людей которые не в состоянии прочесть ни одной инструкции ну и соответственно не в состоянии пользоваться гаджетами не в состоянии даже принять лекарства самостоятельно конечно дети не очень верили во все эти истории и честно говоря смеялись над ее страхами ох бедная книжная королева даже плакала по ночам что ж такое семейные традиции совершенно пропадают никакая генетика ничего не решает оказывается никакой личный пример но муж и подруги утешали ее они говорили господи сейчас совершенно другое время сейчас детям совершенно не нужны те навыки которые были необходимы нам они рождаются с мышкой в руке с наушниками на своих очаровательных ушках они умеют искусно гуглить кажется даже с пеленок они абсолютно другие и подача информации сегодня совершенно другая и зачем лезть в пыльные тома и днями торчать библиотеки когда есть возможность набрать волшебное слово википедия и получить любую информацию за считанные секунды да и вообще говорили они судя потому что происходит книг скоро в принципе не будет потому что у нас многие люди любят рассуждать на тему того как здорово было бы почитать книжки о нас вот вот что нас окружает я имею ввиду жители казахстана жители городов жители сел но реально если такие книжки выходят много ли у них читателей очень много ли читателей у казахстанских писать я должна сказать что очень мало сейчас действительно небольшой откат наблюдается то есть интерес к литературе извечный вопрос почему есть общие тенденции падение интереса к чтению этой общемировые тенденции есть проблемы издательской деятельности нашей страны есть проблемы книготорговой деятельности и вообще рынка книготоргового книжного рынка правильно выразиться в нашей стране потому что в основном мы пользуемся конечно продуктами которые нам поступают из россии это можно расценивать как плохо или хорошо мы сейчас бы меня политической стороне вопроса о том что российские книги к нам идут потоком они дешевы в сравнении с казахстанскими книгами потому что выпускаются высокими тиражами и низкая себестоимость этого экземпляра и они раскручены уже благодаря российскому телевидению благодаря интернету авторы которые продаются у нас они широко известны им не нужна реклама вы обратили внимание кусте у нас вообще нет книжной рекламы в принципе никакой ну книжная реклама к сожалению здесь не исключение много какой рекламы нет в том числе и книжной для меня на самом деле это дикость то что наших авторов у нас не раскручивают каких-то магазинах допустим мы могут сделать презентацию могут пригласить там встретиться с публикой и пока идет презентация пока первые там дни продажи они где-то на виду эти книжки а потом они благополучно перекочевывают сказать вот этот дальний отдельчик с казахстанской литературой и уже на общих основаниях там стоят я не скажу что пылятся нет это было бы обидно и несправедливо по отношению к авторам и к магазинам но к сожалению магазины их судьба в общем-то не интересует а должна интересовать я считаю что должны быть преференции нашим казахстанским авторам и в отношении издательской деятельности и что это должно быть и особенно в отношении книжных продаж потому что большие очень проблемы у казахстанских писателей у казахстанских авторов которые выпускают книгу ну во первых найти деньги на это ну ладно деньги ты нашел да свои вложил или спонсор нашелся чудесно ты выпустил книгу что делать с тиражом книжные магазины предпочитают даже не работать с физическими лицами то есть нужно для этого и п соорудить да то есть это какое-то безумное количество вопросов которые вообще никак не связаны с творческой деятельностью и даже если ты ухитрился пристроить такие свои книжки в продажу и они стоят в книжных магазинах это совершенно не гарантирует того что кто-нибудь о них узнает кто-нибудь купит кто-нибудь прочтет и это все очень грустно и здесь вот я возвращаюсь к началу на мой взгляд нужно как-то вот я банально скажу вот как-то всем обществом посмотреть в этот такой заросший паутинный уголок условно говоря да где томятся казахстанские авторы сказать ребята у нас же есть свое дайте свое почитаем ну казалось бы вроде бы есть даже спрос ну мы можем например судить о таком явлении как кинематограф который тоже долгое время был ну мягко говоря не то что в зачаточном а в противозачаточном состоянии тем не менее нашлось нашлись люди многие из которых были у меня уже в гостях которые смели поставить это дело на рельсы конечно не без помощи государства тем не менее эти люди которые так сказать столкнули эти первые камешки повлекли за собой ну рождение и перерождение этого вида искусства конечно сложно сравнивать книжную отрасль но тем не менее если провести какую-то аналогию я сейчас скажу об этом сложно сравнивать ну во-первых вообще специфика разная до этих видов искусства но тут еще кое-какие исторические обстоятельства примешиваются ну и чистая психология потому что сейчас не время книг ну и дальние литература цитричной эпоха видео ряда продолжается слава богу да хотя может быть кино подгодил интернет с ютубом но тем не менее кино остается в трендах литература к сожалению не в трендах второй момент это проблема языка потому что проще сделать субтитры к фильму чем перевести книжку на другой язык это достаточно сложный процесс к тому же школа переводчиков она мягко говоря не блещет у нас невероятно сложно найти переводчика который смог бы работать с литературным текстом ну и те проблемы которые я уже упомянула то есть допустим если мы берем съемки фильма да там вкладываются большие деньги да но непосредственно когда фильм готов уже дальше идет прокат и то есть какие-то реальные так сказать средства все-таки обнаруживаются в результате да то есть люди ходят обмениваются впечатлениями человек выпускает книгу она сжирает большой бюджет и что и потом он любуется вот она стоит на полках книжного магазина никто они ни черта не знает хорошо если знакомые журналисты тиснут парочку статей или кто-то в блоге напишет но литературной критики и рецензирование как такового у нас практически нет есть два-три но от силы пять может быть авторов которые вообще этим занимаются а вообще если какие-то хотя в этом скромные перспективы того что это у нас появится перспективы есть всегда я отношусь к людям которые предпочитают видеть стакан наполовину полным нежели чем наполовину пустым есть литературная школа которая ежегодно уже в течение нескольких лет набирает студентов новых студентов и молодых и людей разного возраста эти люди с удовольствием приходят учиться литературного мастерства значит они как-то предполагают связать хотя бы часть своей будущей жизни с литературой я сама пытаюсь какие-то литературные курсы организовать и отклик есть то есть аудитории в общем-то это нужно причем не так как это было раньше вот несколько лет назад когда значит на вопрос вот хочешь ли ты научиться литературного мастерству люди сразу резко делились на два лагеря да люди с первого лагеря отвечали она и так у нее зачем это надо да я вот умею писать и я умею еще чему-то учиться вот еще глупости и вторые которые говорили конечно а когда после этого я смогу продавать свои книги многомиллионными тиражами сейчас вот уже как бы общество слегка как сказать разошлось да как опара так она поднялась своем самосознании уже люди попробовали самых разных курсов и обучающих программы интернет в мастер-классах и они уже относятся немножко по-другому к теме то есть они относятся не в чисто прикладном смысле расценивают подобного рода курсы и занятия позицию такую ученическую сколько знаете вот расширение горизонтов личности в общем саморазвитие уже уже хорошо и на самом деле да прекрасно и я считаю что это как раз вот а перспектив к которой вы говорили которая меня радует и которая как бы лучик света из темного царства вперед бросает потому что когда мы говорим об искусстве особенно люди которые непосредственно к нему имеют отношение любой вид искусства мы конечно говорим как снобы да мы начинаем рассуждать что есть бездари там есть графоманы есть какие-то ничтожества а есть чистые гении и тогда и мы забываем о том что в основе искусства на самом деле арт-терапия любой может этим заниматься хоть выпиливать ножник как герой золотого теленка да хоть какую-нибудь мозаичку из ракушек выкладывать хоть там не знаю раскрашивать картинки чужие разными цветами это все равно все относится к искусству все равно даже это то есть не вот этот прикладной смысл такой вот душа утешающий душа развивающий ну и мозга развивающий конечно само собой да потому что будешь учиться писать естественно будешь учиться читать в первую очередь читать правильные правильные книги это конечно облагораживает и занимает свободное время очень таким правильным образом да пусть правильно не тупым и бездарным действительно каким-то уводящим немножко вверх вот в этом я вижу перспективу потому что прежде чем воспитывать поколение писателей возвращаясь к вашему вопросу о том что будет и какие перспективы у казахстанской литературы и у казахстанских писателей прежде чем воспитывать новое поколение писателей надо воспитать читателя и В силу разных причин. Когда это произошло? Все самые 90-е годы? Или намного раньше, намного позже? Да, и, вы знаете, в большей степени я это связываю всё-таки с общемировыми тенденциями. Опять же, отказ от чтения, стремление завизировать себя, предъявить себя миру через социальные сети. Ну, а с другой стороны, вот социальные сети. Нет ли такого вот пути, который многие сейчас рассматривают, через, так сказать, фейсбукизацию, фейсбукизацию литературы, что ли? Кость, я не договорила, я хотела вернуться чуть назад на один шажок. Кроме общемировых причин вот этого явления, о котором мы говорили, падения интереса к литературе и ухода читателей, конечно, есть и причины общественного порядка и политического порядка, потому что мы всегда были литературоцентричны, мы шли во след России, то есть Советский Союз была литературоцентричная страна, и это была самая читающая страна в мире, потому что больше нефига было делать. Где книга не отделялась от политики. Больше было нефига делать, и вот эти вот официальные книги, они стояли везде, их никто не читал, конечно, сумасшедшие только их покупали, а все вот по блату друг другу раздавали томики Стругацких. Когда эта страна рухнула, естественно, рухнула и вот эта психологическая установка на то, что книга, лучший друг, советник, отец вообще, философ, книга решит все проблемы. Стало очевидно, что она ни черта не решает, и писатели врут точно так же, как и все остальные люди. Это открытие, конечно, сильно подрубило уважение как к писателям, так и к книге в целом. Теперь поговорим о Фейсбуке. Не вижу ничего плохого абсолютно в фейсбукизации, ну, я здесь имею в виду и все другие социальные сети, но Фейсбук, он в большей степени подходит для нашего разговора. Потому что это такой, опять же, за этот новоясцы, за этот канцелярит, извиняюсь, словоцентричный. Да. Я сама хотела сказать это слово, словоцентричное. Ну, если мы возьмем, действительно, существует достаточно большая прослойка, я даже скажу, аудитория, которая сидит в Фейсбуке и жаждет именно слова. Может быть, публицистического слова, может быть, какого-то там такого очень остренького и с подковыркой. Но мы говорим о литературе. Да, я просто объясню дальше. То есть имеются темы, которые волнуют читающую, пусть даже Фейсбук, публику. Вот возможно ли это как-то спроецировать, как-то перенести на то, что если серьезно взять эту тему, которая сегодня будоражит, ну, тысячи, десятки тысяч, как минимум в нашем городе людей, и написать об этом книгу? Хорошо ее по меркам соцсетей раскрутить? Может ли она стать? И что это будет за тема, которая будет волновать? На ваш взгляд. Очень разобщенное, разрозненное общество. И это же касается аудитории Фейсбука. Да, это слово центричный, литература центричный ресурс. Да, завсегдаты Фейсбука, их принято еще, может быть, назвать old school, то есть это все-таки люди более зрелые, это не мелкота, не шкалота и так далее. Зарегистрировавшиеся в Фейсбуке года так до 2011-го, да? У кого как, да. Где-то я примерно в том районе зарегистрировалась. Они, конечно, еще пока что, вот у них вот это направление на слово, именно на чтение, на написание какого-то текста есть. Но Фейсбук – социальная сеть, это не литературная сеть, и это не литературный ресурс. Поэтому 99% продукции Фейсбука, я имею в виду посты, да, вот блоги, это все-таки темы... Беда не в том, что они злободневные, беда в том, что они даны как... Ну, вот легкие впечатления, да? Вот человек получил впечатление от состояния в очереди, да? Или там от какого-нибудь хамства, или от произвола властей, то есть вот от чего-то. И он быстро изложил свою точку зрения и пошел дальше. И все это уехало по ленте вниз, и на следующий день, там, или через три дня, так сказать, уже никто не вспомнит. Другой вопрос, что есть злые темы, например, кто хуже Гитлер или Сталин, которые все время выплывают вот из-за того... Кто хуже Гитлер или Сталин? Украина? Да, да. Чей Крым? Вот это вот все, оно как бы всплывает постоянно вверх, не постоянно обсуждается, да, но это такой симулякор, то есть это не настоящая действительность. Мне понравилось ваше замечание по поводу того, что хорошо было бы взять, и вот тут я думаю, что даже не тема имеется в виду, тема может быть любая, остро обсуждаемая, а именно реакция писательская вот на то, как это воспринимается сейчас. Ну, вы, наверное, не будете возражать, ну, тому, что Фейсбук, по сути дела, стал, ну, таким срезом, не то чтобы срезом, а наглядным воплощением хоть какой-то сохранившейся у нас общественной жизни. У нас общественная жизнь, по сути дела, протекает только в соцсетях. Я с вами соглашусь и не соглашусь, потому что все-таки общественная жизнь протекает не только в соцсетях, но и во многом благодаря им. То есть если люди... Я говорю, это стало просто... Они могут выйти потом и защищать здание Госплана. Это стало средством общественной жизни. Я бы сказала, инструментом. Инструментом. Вот я отношусь к Фейсбуку как к инструменту, как к чисто литературному ресурсу я к нему относиться не могу. Это просто инструмент для того, чтобы с кем-то связаться, увидеть новости. Я доуточню вопрос, могут ли вот эти темы, которые будоражат сегодня словоцентричный Фейсбук, ну, скажем так, вот сегодня многие... Что у нас в Фейсбуке и вообще достаточно многих трогает? Это история. Вот может сегодня у нас появиться какой-то, не скажу исторический роман, ретро-роман о нашем недавнем прошлом, который тронет бы всех. Вот, например, появилась у нас книга такая вот, которая прозвучала в свое время. Я бы не сказал, что она там кого-то перепахала или сталкивала. Но определенным событием в нашем безрыбье она стала. Это вот книга Арсена Баянова «Алмата неформальная». Вот может ли появиться что-то еще в таком роде? Ведь это же востребовано. что благодаря Фейсбуку. Фейсбук здесь может быть использован опять же как инструмент для получения материала и дальнейшей раскрутки книги, как это получилось с книжкой Борейко, да, вот этот котелок, который прям выстрелил и очень хорошо выстрелил. Книга интересная, и публика, и раскручивалась великолепно. Фейсбук дает просто картину, да? А какой фрагмент картины этой писатель возьмет для того, чтобы сделать свое полотно, да, создать его, загрунтовать и там, изрисовать чем-то, хоть борщом, хоть масляными красками, это уже его проблема, его задача. Другой вопрос, потянут ли наши авторы такой глобальный жанр? Потянут ли они такое погружение в современность? Это немножко уже другая тема, и я не уверена, что найдутся авторы, которые смогли бы это сделать чисто технически. Ну, это лично мое мнение. Может быть, они вырастут в ближайшее время, и я очень бы хотела на это надеяться. Но писателю очень тяжело жить. Это очень тяжелая жизнь, потому что нужно зарабатывать на жизнь. Если ты делаешь что-то совершенно другое, там, я не знаю, в горах лазишь, там, какие-то образцы горных пород собираешь или спашешь землю, найти время на писательский труд, это не то, что блок написать вечером за 15 минут и отправить. Это совсем другое. Большинство писателей занимаются около темами. То есть они либо журналисты, либо публицисты, блогеры, сценаристы, допустим, того же телевидения. То есть люди, которые имеют отношение к текстам так или иначе. И это тоже придает определенную неприятную кривизну их творческим каким-то устремлениям. То есть это очень такой сложный вопрос, невероятно запутанный, но очень интересный. И вы меня, честно говоря, заразили вот этой идеей. Я теперь буду ее обдумывать, я буду ее думать, как я обычно говорю. У нас есть мысли, мы будем ее думать. Потому что да, это характерно для западной литературы. Какая-то тема всплывает, интересная, мгновенно люди начинают писать книги, публиковать на волне вот этого интереса общественного. И это обсуждается и придает вот этой общественной проблеме еще более такой дальний ход. И она выходит на первый план и, возможно, даже решается. У нас, к сожалению, этот механизм пока не работает. Там вот шестерни в пазы не встают, ничего не крутится. Но надо же с чего-то начинать. И, в принципе, было бы интересно и здорово начать именно с текста. И посмотреть, вбросить его и посмотреть, будет ли он крутить шестеренки, восстановится ли эта связь между писателем, издателем, читателем, литературным критиком. Понимаете, вот же какие шестерни должны крутиться. Мы будем надеяться, что это действительно и мы будем надеяться, что действительно наша программа и я лично вас по-хорошему творчески заразили этой темой. Лиль, благодарю, что пришли ко мне на программу. Мы с вами увидимся ровно через неделю, дорогие друзья. Я благодарю за место, предоставленное нам для съемок летнюю террасу Before. С вами был Константин Козлов. Всего вам добра, друзья. С вами был Константин Козлов.